Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Минувшая неделя на фондовых рынках США была неспокойной. Инвесторы оценивали серию важных макроэкономических данных, которые потенциально могут повлиять на дальнейшие монетарные шаги Федеральной резервной системы. Несмотря на ощутимое замедление инфляции, рынки не смогли найти повод для прорыва важных отметок по ключевым индикаторам. S&P 500 завис над техническим уровнем 4130. Потенциал дальнейшего роста сохраняется. Несмотря на негативный уклон, фондовая Америка все же завершила неделю в плюсе. В понедельник также в итоге удалось вырулить на положительную территорию, хотя изначально все три фондовых индекса торговались немного ниже нулевой линии. Новая неделя не богата на макроэкономические публикации по США, и все же поводов для рывка будет предостаточно. В центре внимания отчеты о доходах, включая Tesla, Netflix, Bank of America, Morgan Stanley и Johnson & Johnson, а также выступления членов ФРС. Оставайтесь с нами, досматривайте видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. Из основного, что рыночные игроки взяли себе на заметку, стоит отметить замедление инфляции. Базовая осталась в рамках прогноза, при этом ощутимый спад произошел в секторе услуг. Мартовские данные в разрезе категорий подтверждают тот факт, что ключевым фактором для замедления роста цен в дальнейшем будут выступать услуги. Реакция рынка оказалась, на удивление, нейтральной. После выхода инфляции доходности десятилетних казначейских бумаг остались без изменений на уровне 3,4%. Однако в первой реакции все же читался позитив. Далее в ходе торговой сессии основные фондовые индексы показали отрицательную динамику. Причин здесь могло быть несколько. В первую очередь это могло быть связано с тем, что рынки все-таки надеялись увидеть базовый показатель не в рамках прогноза, а ниже. Во-вторых, здесь могла вмешаться публикация протоколов прошлого заседания ФРС. Опасения по поводу банковских потрясений, выявленные в протоколах, и свидетельства умеренной рецессии в конце этого года не позволили инвесторам в акции радоваться перспективе снижения процентных ставок. Уолл-стрит закрылась в минусе, несмотря на то, что протокол предыдущего заседания ФРС показал, что некоторые чиновники хотели прекратить повышение ставок. Как только вышли данные по инфляции, S&P 500 подскочил, но достиг ключевой зоны сопротивления 4,150 и откатился назад, продолжив снижение после публикации протокола. Инвесторы сохраняют осторожность. В ближайшие дни они будут изучать экономическую ситуацию в Штатах, искать признаки устойчивости экономики сквозь призму возможной рецессии. О глобальном спаде в США, безусловно, речи не идет, но последние данные указывают на то, что экономика замедляется. Пик процентных ставок близок, но в мае, вероятно, произойдет контрольный и завершающий виток цикла ужесточения политики. Рыночные игроки несколько умерили пыл по поводу голубиных ожиданий. Тем не менее, три снижения ставки до конца года остаются на повестке. В конце прошлой недели стартовал сезон отчетности. Квартальные результаты банков имели огромное значение для дальнейшего позиционирования игроков. Они оказались вполне достойными. Высокие доходы крупнейших американских финн-институтов укрепили ожидания рынка относительно очередного повышения процентной ставки в мае на 25 базисных пунктов. Кроме того, результаты лучшей прогноза от JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo за первый квартал ослабили опасения рынка по поводу недавних банковских потрясений. Индекс Dow в пятницу упал более чем на 140 пунктов, в то время как S&P и Nasdaq потеряли 0,2% и 0,3% соответственно. Что касается недельных показателей, то промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,4%, фиксируя положительную динамику четвертую неделю подряд. Такие результаты по индексам можно было увидеть после того, как инвесторы отреагировали на признаки замедления инфляции и лучшие, чем ожидалось отчеты о прибылях крупных банков, несмотря на недавние потрясения в финансовом секторе. Тем не менее, рынки продолжают сталкиваться с крайне неопределенными перспективами экономики и процентных ставок. ФРС намерена снизить инфляцию, несмотря на прогнозирование умеренной рецессии в конце этого года. К слову, розничные продажи в марте снизились намного сильнее, чем прогнозировалось. Промышленное производство также сократилось больше, чем ожидалось. Это еще один предупреждающий признак замедления роста. Однако в обоих случаях данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону повышения. И, похоже, в целом цифры были недостаточно плохими, чтобы расстроить политиков. ФРС их стрибинный настрой сохраняется. На этой неделе внимание переключается на более мелкие банки, которые оказались в эпицентре банковского кризиса в марте. Инвесторам любопытно, какие будут результаты здесь. Во вторник и среду завершат список релизов ведущей банки. Банков Америка, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Из технологичных бумаг особое внимание будет уделено IBM, Netflix, Tesla. Что касается S&P 500, то индикатор также зафиксировал рост на прошлой неделе, который составил 1,5%. Индикатор застрял над отметкой 4130, но потенциал роста в сторону 4300 сохраняется. Новый рывок вверх станет подтверждением данного прогноза. По S&P 500 уже отчиталось 6% компаний. По данным исследовательской организации FactSet, в первом квартале сводная прибыль на акцию сократилась на 6,5% в годовом выражении. В конце марта падение оценивалось 6,7%. Порядка 80 компаний индекса представили негативный прогноз, более 20 – позитивный. По итогам первого квартала, как и по результатам четвертого, прибыль компании из S&P, скорее всего, снизится. Однако фондовый рынок в последние два квартала рос, ожидая улучшения ситуации. Рынок акций всегда смотрит в будущее, поэтому в последние месяцы котировки поднимались на фоне прогнозов и слухов о возобновлении роста прибыли. Возможно, четвертый квартал прошлого года и первый квартал нового станут неким дном падения, а дальше показатели пойдут вверх. Сейчас для сохранения оптимизма на рынке менеджменту компаний предоставить относительно позитивные прогнозы о видении бизнеса к концу года. В первую очередь это относится к отрасли полупроводников, где финансовые результаты падают, но акции с начала года существенно поднялись в цене. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на прошлой неделе на 1,5%. Потенциал дальнейшего роста сохраняется, прогнозы остаются без изменений. Подъем к 13 600 на прицеле инвесторов, настроенных на покупки. Однако это максимум, что можно ожидать на данный момент. Далее возможна коррекция вниз и новая фаза консолидации. Если покупатели удержат инициативу на своей стороне, то в игру вступит сопротивление в районе 14 270. Многое будет зависеть от новых событий, в том числе входящих цифр по экономике. Это число разрешений на строительство и закладки новых домов за март, продажи на вторичном рынке жилья, индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Данные прошлой недели были интерпретированы как скорое завершение периода высоких ставок, но сейчас на рынках растет неуверенность относительно таких ожиданий. Инвесторы, похоже, все еще делают ставку на ослабление финансовых условий в какой-то момент во второй половине года. Опасность заключается в том, что произойдет, если ФРС сдержит свое слово и сохранит высокие ставки до 2024 года. В пятницу член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер признал, что Центральный банк не добился значительного прогресса в возвращении инфляции к целевому показателю. Он также предупредил, что денежно-кредитную политику необходимо еще больше ужесточить. Глава ФРБ «Атланды» Рафаэль Босич выступил в несколько более умеренном тоне, сообщив лишь об одном дополнительном повышении ставки на четверть пункта. Но этого было недостаточно, чтобы успокоить рынки, поскольку Уоллер повторил, что политика должна будет оставаться жесткой в течение значительного периода времени и дольше, чем ожидают рынки. Ну а мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»